МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привлекательный парк Лузон. Лес Победы на мемориале Курган Славы. Это такой призыв помнить, помнить, и всё будет хорошо. Выставка московских художников Победный май. Станок, по моим ощущениям, не уступает аналогичным зарубежным станкам. Серийное производство станков с ЧПУ в Росатоме. А сейчас об этих и других событиях подробнее. 9 мая, несмотря на плохую погоду, колонна бессмертного полка объединила многих десногорцев. Чёрно-белые фотографии отцов, дедов, прадедов, офицеров и рядовых возглавили торжественную колонну, шествующую на митинг к Кургану Славы. В этой акции наши горожане принимают участие уже четвёртый год подряд. В этом году в строю прошли около тысячи портретов. В преддверии празднования Великой Победы воспитанники Десногорских детских садов почтили память героев Великой Отечественной войны. Акция «Бессмертный полк» прошла на Кургане Славы 5 мая. Экскурсия на Курган Славы в преддверии Дня Великой Победы – это одно из декады мероприятий, проводимых в рамках проекта «Я живу в России». Итогом этой работы стала акция «Бессмертный полк». К нам присоединились ребята других подготовительных групп, воспитанники наши и их родители. Воспитанники дошкольных учреждений пришли на мероприятия с портретами своих прадедов. Детей познакомили с историей Десногорского мемориала, как он образовался, кто захоронен в могилах у подножия. Ребята вспомнили, как маршируют войны на параде в Москве и прочитали стихи. «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд снова на высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть». Завершилась экскурсия возложением цветов к монументу. «Дети должны помнить и знать нашу историю и никогда не забывать те жестокие дни, когда шли бои, когда погибали солдаты, матери, жены, не дождались своих детей, сыновей, мужей». «С днем победы!» В областном центре завершился международный фестиваль художественного творчества «С России в сердце». Ежегодно он проводится в майские праздники. В этом году в фестивале принимали участие 150 танцевальных коллективов из нескольких стран – Латвии, Эстонии, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Украины и Румынии. Все участники занимаются сохранением русской национальной культуры. За четыре дня танцевальные коллективы выступили с концертными программами в нескольких районных центрах. Активисты Общероссийского народного фронта провели автопробег «Поезд памяти». Более двух десятков внедорожников проехали по маршруту, разработанному учителями истории Воргинской школы. Участники акции привели в порядок памятники и братские могилы в малодоступных местах Смоленской и Брянской областей. Всего за время автопробега его участники сделали 15 остановок у братских могил и мемориалов павшим советским воинам, добравшись даже до брянских деревень. В преддверии дня победы рядом с мемориалом «Курган славы» прошла акция по высадке молодых деревьев. Кто принимал участие в этом благородном деле, мы сейчас расскажем вам подробнее. Территория вокруг «Кургана славы» у десногорцев находится под особым вниманием. За ней бережно ухаживают в течение всего года, а перед военными праздниками благоустройство идет активнее. В прошлом году советом руководителей предприятий города был одобрен проект мемориального комплекса музея под открытым небом, который предложили поисковые отряды Десногорска. В связи с этим планируется облагородить большую территорию вокруг «Кургана». 5 мая на акцию высадки молодых саженцев собрались представители партии «Единая Россия», администрации города, общественных организаций и молодые атомщики. «Буквально тут, может быть, месяц назад был бурелом, но благодаря усилиям службы благоустройства представителей Атомтранса и всех общественников, кто принимал участие, я думаю, что через максимум 5 лет мы увидим очень привлекательную парковую зону, которая только в нашем городе должна расширяться». На этом общем субботнике совместными усилиями высадили 65 молодых берез. Еще раньше за благоустройство этой территории взялся коллектив акционерного общества «Атомтранс». «Совет руководителей очень, я думаю, нужное, замечательное сделали проект. Это сделать там, возле березочки, музей под открытым небом. Очень много труда, я не хвалюсь, это «Атомтранс». Начали, где самые тяжелые места. Я надеюсь, в дальнейшем мы продлим, мы уже там с той стороны продлили, убрали осины, поэтому продлеваем парковую зону». Через несколько лет на этом месте будет шуметь молодой красивый парк. С 24 апреля по 4 мая на территории Ельинского района Смоленской области состоялась межрайонная поисковая экспедиция Десногорского поискового отряда «Высота». За время работы бойцами обнаружены и эксгумированы останки 16 погибших воинов, которые переданы поисковикам города Ельня для временного хранения и дальнейшего перезахоронения. Найдены четыре медальона, из них один прочитан. В канун празднования Дня Победы в выставочном зале Десногорского историко-крывеческого музея состоялось открытие выставки «Победный май» художников-баталистов, членов Союза художников России Московского государственного академического художественного института имени Сурикова. Подробности далее. Выставка представляет собой панораму из художественных произведений, отражающих героические страницы прошлого нашей страны. Военно-исторические миниатюры, батальную живопись, портреты ветеранов, образцы вооружения советского солдата, оригиналы и копии исторических документов. Экспозицию представляют работы шести художников – Ивана Чухновского, Владимира Суркина, Дишу, Вячеслава Потогина и супругов – Евгении и Валерия Власовых. Такие выставки должны проходить в общих городах. Это будет художественная или фото-выставка, или еще что-то. Но говорить об этом надо, потому что вот уже спустя 70 лет, с лишним лет теряется это ощущение, теряется понимание, ради чего мы воевали. Конечно же, у меня само подрастают ребята, уже мальчики. Хочется им передать вот этот вот свой настрой, свою любовь к родине. На открытие выставочный зал «Феникс» пришли много десногорцев. Среди них и почетные гости – депутат областной думы Михаил Лосенко с внуком, представители администрации города, ветераны Великой Отечественной войны, Николай Тимофеев с супругой и Октябрина Каноненко. В адрес художников было сказано много слов благодарности. Замечательно, большое спасибо, огромное даже спасибо. Завершилось открытие просмотром экспозиции, которая произвела на десногорцев неизгладимые впечатления. Хочу сказать спасибо московским художникам, которые привезли такие просто шикарные работы, посвященные военной тематике, такие фундаментальные фигуры, в которых отображены и жизнь обыденная, и подвиги, и сами фактуры героев. Выставка очень понравилась. Во-первых, потому что здесь художники, ну, прям отразили вот все, все моменты той войны. Есть где и скорбь, ну, и чувство скорби, есть где и чувство победы, прям радости. Выставка – это очень многое значит, в основном, для подрастающего поколения, например, моего возраста, очень значительно. Благодаря труду художников память о подвиге героев Великой Отечественной войны будет жить, пересдаваясь из поколения в поколение русского народа. Смоляне теперь могут сообщить о нарушениях охраны труда через приложение «Я.Инспектор». Оно поможет сообщить о нарушении охраны труда на стройплощадке с помощью гаджета. Заявка будет сразу же отправлена в Роструд. Как сообщает Государственная инспекция труда в Смоленской области, приложение размещено на площадках Google Play и App Store. А сфера строительства выбрана не случайно. Она считается одной из наиболее опасных для жизни и здоровья работников. 14 мая в 15.00 в городском центре «Досуга» состоится отчетный концерт образцового хореографического коллектива хип-хоп-студии «Форсаж» под названием «Полет между сном и явью». И в завершении выпуска вашему вниманию новости Росатома. В России запускают серийное производство станков с ЧПУ на отечественной элементной базе. На открывающейся 15 мая в Москве международной выставке металлообрабатывающего оборудования группа компаний, входящих в корпорацию «Росатом», представит опытный образец токарно-обрабатывающего центра с числовым программным управлением. Нашим коллегам удалось познакомиться с новым оборудованием еще до его премьеры. По первому ощущению, станок очень удобен и приятен на внешний вид, удобно налаживаться. И станок, по моим ощущениям, не уступает аналогичным зарубежным станкам. За плечами Павла Лобанова более 10 лет работы на станках с числовым программным управлением производства Германии, Франции и Кореи. Он знает их как свои пять пальцев, а вот при первом знакомстве с этим образцом немного растерялся. «Реакция Павла Валентиновича понятна, ведь перед ним опытный экземпляр токарно-обрабатывающего центра с универсальной системой ЧПУ на отечественной элементной базе. Этот станок – совместная разработка приборостроительного завода города Трехгорный и Нижегородского института измерительных систем имени Седокова». «Все железо произведено в приборостроительном заводе, а система управления, электрошкаф, панель управления – это производство низ». На сегодняшний день парк станков с ЧПУ в России более чем на 80% состоит из импортного оборудования. Но в нынешних политических и экономических реалиях обслуживание этой техники стало невыгодным, а порой и невозможным. В этих условиях корпорация «Росатом» в рамках стратегии по развитию новых бизнесов взяла на себя миссию восстановления отечественного станкостроения. Первые результаты этой работы говорят о том, что атомщики смогли не просто догнать, но и обогнать западных конкурентов. «Самое главное преимущество нашей системы ЧПУ – это защита от несанкционированного доступа. То есть тут реализован принцип полной технологической информационной безопасности». Первый пилотный образец уже проходит испытания на одном из предприятий госкорпорации «Росатом». Конкретно этот экземпляр оборудования через несколько дней будет представлен на Международной выставке металлообработка-2017. Ну а уже в следующем году токарнообрабатывающий комплекс из ЧПУ на отечественной элементной базе планируется запустить в серийное производство. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disnadefistv.ru. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин